Всем добрый день! Я вот тут снимал дневной обзорчик и думаю, ну не идти же мне обратно домой вот по тем же местам, где ходил, по топу и обратно по улице Павлова, пожалуй. А может быть не только Павлова, а может быть набережную захвачу. Не знаю, еще пока не решим. Скажу вам так, что прогуляюсь. Колесико крутится, народ на пляже отдыхает. Вот видите, в этой части Пасмана, в районе Калараш, прям вот пятачок в районе Стеллы, прям вот солнце светит, видно, прям блестит даже. Лазовецкий 1, тоже далеко не пустой пляж, людей достаточно много. Прогуляемся. Чуточку. Может быть даже встретим Александра, я имею в виду Санька. Курточки уже. Курточки уже люди. Морская касса работает, но пока я что-то не видел, если честно, таких вот уходящих моря, далеко корабли. Желтый смайлик, наши друзья. Будет время, прокатитесь. И тут уже начинает пахнуть шашлыком. Кстати, солнце тоже дошло и до нас. Решила сопроводить этот ролик своими лучами, прям мне в спину пригревает. Ну и заодно вам покажут набережную, чуть-чуть в других тонах. Обратите внимание, уже народ, не все, далеко не все ходят вот чисто в купальниках и футболочках. Кое-кто, да уже так и пододел. Потеплей наряд. Типа, кофточки какой-нибудь. Ну, дым на пляже очень даже комфортно. Температура более 20 градусов уж точно. 26, наверное, я так думаю, вот так вот где-то сейчас. Людей, как видите, гораздо больше. 8 сентября 20 часов в Ленинград. Банк, ну, это уточняйте. Я не знаю, настоящее ли это Ленинград опять приезжает. Я знаю, что был настоящий Ленинград у нас в начале сезона. А вот что сейчас? То ли братья-близнецы, то ли, может быть, я не знаю, кто. Может быть, и сам Ленинград приезжает весь в полном составе, несколько миллионов. Не доходи. Так, я вообще-то говорил, что пойду по улице Павлова. Обманул. Сделаем микс. Медина и один. Шаурма, маурма. В общем, завтраки всякие. Сырники. С кремом с лососем. Вкусно пахнет, кстати. Чем-то таким непонятным. Мне кажется, что-то связанное с кокосом. Тирк, кофе. А вот, наверное, может быть, кофе как раз и пахнет вкусно. Столовая виноград. Также тут же рядышком шашлычная. Тоже виноград. Пробовал мясо, было вкусное, мягенькое, хорошенькое. Но сейчас, наверное, еще не работает. Еще ближе к вечеру. Ну, я покажу вам, наверное, море. И потом пойдем делать микс. Вот такая вот. Вот именно так заканчивается первая декада сентября. Посмотрим, что будет дальше. А мы с вами завернем на улицу. Березовый. Именно вот этих двух сереньких красивых зданий. Прекрасная брусчатка, которая мне очень нравится. Такая вот под цвет здания, кстати. Бест. Вот. Этот тотем называется Бест. Я подсмотрел там внутри. Ну, как только заканчивается Бест, начинается шляхт. Ну, чуть-чуть попроще. Такие вот маленькие домики по улице спортивной. Мы сейчас прогуливаемся окольными путями, выходим на Березовую. Смотрите, что старенькие такие домики. Времен моего советского детства. Улица Березовая. Мест нет. Вот так вот. А где-то сдаются комнаты тоже. Ролик, наверное, получится несколько длинный, но и ладно. Работает эвакуатор, имеется надпись. Да не работают они. Нет у нас эвакуаторов, к сожалению. Великому очень мы их ждем. Если честно, гранаты. Обратите внимание уже вон. Ну, что-то в этом году зависть какая-то не очень. Там я только одно более-менее вижу. А может быть, это декоративный, кто его знает. А вот цитрусовые, да, вон, пожалуйста, лимончики уже видно. Достаточно большие, но еще пока зеленые сливаются с местностью. Вон там он. В районе Березовой 10. Если будет вам интересно, приходите, посмотрите. Вот мушмуну тут даже не собрали. Знал бы, нарвал, да заморозил. Вот такая маленькая тесноте, как говорится, да не в обиде. Так, сейчас парень выйдет. Тут тяжело весьма, знаете, так вот выруливать. Автолюбитель, автолюбителя, он поймет. Все, сейчас ребята проедут, и мы пойдем с вами гулять дальше. Тут стоит большой бетонный блок, дабы не было такого сквозного движения. Может быть, и правильно. Жители тут сами разберутся. Вот еще домик с гранатом, с гранатовым деревом. Здесь в этом году подстригли деревья. Лилия. А я знаю, здесь живы, подписчики. Никогда не говорите код-слух громко. Я ж послушать могу. Мы с вами потихонечку, потихонечку выходим к улице Павлова. Здесь у нас красивые домовладения. Там много всяких разных красивых-красивых цветочков. Есть отдельный ролик, желающие могут посмотреть. Сейчас пароль-то я не знаю, кода хозяйского-то. Столовая, фазалец, фазалец. Я не знаю, как правильно делать ударение. Работает. И с утрица я проходил тут. Сами видели, сколько тут много народа. Всякие сосисочки в тесте, кренделя. Всякие вкусняшки. Все здесь вас ждет. Улицу Павлова. Можно идти просто и молчать. Все, знаете, прекрасно. Бывали мы здесь с вами неоднократно. И в ходе вечерних эфиров, да и так просто ролики снимал. Здесь вот торгуют чаями ароматными. Пахнут. Я не знаю, как он. Это невозможно передать. Очень вкусно. Сувенирка. Бананы, я, кажется, снимал их. Точнее, упоминал их. Вон еще чай. В одном из предыдущих роликов. Молочный какой-то улун. Справа от меня. Шумит слегка парк. А кто-то хочет кота. Не люблю ходить по узкой стороне, по этой. Ну ладно, сегодня немножечко прогуляемся. Смотрите, какая красота в Орешнике. А пахнет, блин. Вкусно, вкусно. Столовый Орешник. Тут у пиццерии есть столовая. Все, все на свете, ребят. Все есть. Ну, сами знаете, улица Павла такая оживленная. Хотите услышать про шубу и дубленки? Сейчас зайдем к ребятам. Я вчера, кстати, вина напился. Наверное, за весь сезон. Вот у него глаза расширились. Увидели? Наверное, издалека не видно было, но глаза у тебя расширились. Расширились. Конечно, как я увидел, глаза расширились. Я это. Слушай, столько покупателей пришли от тебя. Что, прямо сейчас там покупатели? Ну, не буду тогда мешать. Да не, можешь снимать. Ну, может, люди не хотят. Ну, они там, может, сидят уже, выпивают. Нет, еще нет. Я, кстати, спасибо за вино. Вчера вино сидел вечером, наверное, за все лето. По-первые, да. Напился, как я не знаю кто. После тебя все заходили, говорю, мне. Где вино? Да. Пожалуйста, нам вино. Я говорю, мы вином и торгуем. А виноградный сок будет? Виноградный сок, надо говорить. Ну, если что, виноградный сок. Конечно, если можно. Пусть посмотрит, что у нас покупателей много. Покупателей много у них говорят. Примеряют. Привет, приветствую вас. Здравствуйте. Не буду мешать. Всем нашим покупателям большой привет. Который купили. Будучим нашим покупателям. Любовь и сердце вел. Обожание ждал вас всех гостей к нам. Рекламная акция маленькая. Что скажете? Ну, в общем. Ну, вы знаете, волшебное слово, если что. Оператор красавчик. Ну, давайте ждем. Ну, я как-то, что-то новенькое придумать. Такое уже, чтобы прям... Распрекрасный такой оператор. Ну, вот такие вот у них шубы. В дубленке. Ну, что такое? В кадре показываем вот это вот, с чем мы боремся практически. С курением. С курением боремся. А он курит. Ладно, пойду дальше прогуляюсь. У меня сейчас микс. Пойду лазить. Давайте, удачи. Ну, что? Машина меня чуть-чуть не собьет, надеюсь. Ролик длинный получился. Ну, да ладно. Что, давайте свернем в парк. У нас уже микс такой. Покажу вам портреты всякие вот. Ребята рисуют. И по фото рисуют. Вот телефончик, пожалуйста. Созванивайтесь. И вам сделают и шарж, и портрет, и вот все, что хотите. И будет у вас хорошая, добрая память о лазовском. Обратите внимание, на противоположной стороне повесились скоты. Висят вверх ногами, наверное, прилив крови. И гуси тоже, кстати, с собаками. Ну, это так прикольно. Я не знаю, кстати, многие, я обратил внимание, многие покупают от таких вот зверюшек. Я не знаю, как их везти. Я вашу чучихелу поснимаю немножечко. Вот, мне разрешили. Ну, здоровые-здоровые коты они их возят. Ребят, смотрите, какой широченный выбор чучихелы здесь вот на входе в парк. Есть такой же на победе 153. Какая хотите. Я уже говорил, что в нашем советском детстве было только фундук в основном. Вот такого плана из виноградного сока. Вот такие вот. Ну, это было наше советское детство. Сейчас же, как видите, перечень и выбор огроменный. Ценовая политика тоже разная. Подходите, вот вы, ребят, спрашивайте сами. Тут я вижу, от 40 рублей. Вот, видите, это оптовая цена, правда. Это оптовая цена. Я не знаю, сколько это опт. Но имейте в виду, вот есть и маленькие, и большие, и всякие, какие хотите. Подарок классный. Привезете домой, отличный подарочек. И будет вам счастье, как говорится. Ну, а я заверну в парк. И так вот закончим, наверное, наш ролик где-то здесь вот. Здесь вечерком будет дискотека. Танцы. Тоже вечером бывал, в ходе эфира показывал вам здесь все. Озеро. Нет, это не озеро Дивное. Это озеро. Я не знаю, какое. Парковое озеро. Вечером здесь многолюдно. Детвора катаются. Прыгают, все радуются, танцуют. Вот какие-то указатели, столбики. Я не знаю, это не указатели, а столбики пока. Видимо, что-то нас ждет. Что-то не так же их просто поставили. Просто кафе Лагуна указатель. Это, скорее всего, указатели, судя по всему. Видите, кафе Лагуна, ну и туалет где-то в том направлении. Ну, наверное, еще это, я так думаю, что полуфабрикат, потому как, сами понимаете, это надо всматриваться, особенно в вечернее время, чтобы понять, что это указатели. Комнаты страха. Центральная аллейка парка. Играет капиталистическая музыка. Здесь появился какой-то аттракцион. Я не помню, что бы он был, если честно, справа у нас по руку. Тут тоже вот чуть хеллаз, всякие игрушки, звери, собаки и кошки. Ну, не знаю, надо нам или не надо. Ну, я бы, если честно, вот эту центральную аллею бы ограничил бы. Нет, наверное, что-нибудь бы оставил, но не в таких больших количествах, я имею в виду. Слишком уж больно много аттракционов. Обратите внимание, сделали подсветочку на вот этого вот садовника. Он появился в этом году, ранее я его не наблюдал. Честные слова. Так, что? Коль уж такое у нас путешествие, давайте пройдем через парк, наверное, да? Большой микс. И набережная, и море, и парк, и даже шубы были. Центральная аллейка. Тут веселый парень все время там и танцует, и подкидывает детей. Мама. Люди фотографируются. Не будем мешать им фотографироваться. Так, ну, ребят, если вы вдруг сейчас только что не услышали какую-то музыку, либо была тишина, либо еще что-то в этом роде, то имейте в виду, это YouTube вырезает несанкционированные, взятые мною, точнее, не мною взятые, а случайно попавшие в кадр мелодии. фольгон 23 варшиловские стрелки. Водный аттракцион. Сучья аквадром. И вот здесь вот, опять же, такая же тележка, и тоже фотографируется очень много людей. Белые медведи. Вечером он не горел, ну, наверное, в перспективе будет работать. Ну, люди сразу, когда его замечают, он уже даже в таком состоянии использует его для фото-мотовелосъемок. Не знаю, для чего это вляпло, что. В рифме мне показалось. Требуется фотограф и промоутер, какие-то ругательные слова. Я слышал их, но не знаю, что это такое. Здесь вот можно руки потрогать рыб. Ну, таких вот рыбок тут много. Пять минут 200 рублей, 30 минут 500 рублей. И рыбки сыты, и ноги чисты. Тут вот сами знаете, что. Колесо крутится. Глата, мохито. Какие-то штуки везут парни. Ну, значит, а, мусорные баки. Новые мусорные баки в парке привезли, походу. Ну, вот, молодцы. Там, ребята, в каком-то другом измерении сейчас. Курик-паук! Ну, такой вот парк днем. Я уже не обращаю внимания подобно на аттракционы. Просто прогуляемся, просто посмотрите, что тут какая, какая жизнь в сентябре. Ложки, вилки, имены. Часто спрашивают у нас в магазине, в том числе, вот, если вам кому надо, ложки, вилки, имены, то это здесь, в парке. Ну, мало ли. А то возьмут вашу ложку. Дина, драконный, драконовый парк. Вечером тут парень надевает специально костюмы, имитирует живого дракона. В ходе эфиров вечерних, как это показывал, как. Вот такого не знача? Солнце вышло. С самолета летает. Замок чудес в лучах. Вот, пожалуйста, катайтесь. Катайте детвору. Рядышком дельфинарий. А там рядом с дельфинарием Ольга сидит, знаете. Она вам все расскажет по туристические маршруты. Давайте я вам покажу, где Ольга сидит. Расскажет, покажет, подскажет. Ольга весьма общительный человек. О, хорошо, хоть солнышко вышло. Сегодня она у нас и выходит, и заходит. Лови волну, дельфинарий Колизей. Кстати, у Ольги дешевле. Это я вам честно говорю. Тот же Колизей на 100 рублей человек. А если вы идете с семьей, сами понимаете, экономия как минимум 300 рублей, если папа, мама, я дружная семья. А вот и пункт канализации путевок, где работает Ольга у самого Черного моря. Вот, пожалуйста. Она сейчас занята, поэтому не будем обращать внимание. Ну, вы будете знать, где. Ну, все, друзья. Вот такой получился у меня достаточно большой круг прогулки. Ну, будем считать, что это такой вот ролик выходного дня, назовем это так. Тем не менее, вышло солнышко, и сейчас вот на пляже очень даже красиво, ярко и здорово. Всем доброго дня. Всем пока. Пойду загружать его, естественно. Ужить, если он будет долго и упорно. Всем пока.